Всех приветствую! С вами Алексей Шредер. И сегодня прекрасная погода в Москве. Довольно тепло для 22 сентября. Солнышко светит, небольшой ветерок. В общем, погода классная. Я вышел во дворик благоустроенный, где живу рядом с домом. Какие у меня новости? Начну с этого очень кратко. Нашел железное местечко, тренажерный зал, где временно сел. Там директор мне и моей жене выписал сразу бесплатный трехмесячный абонемент. Так что все прекрасно. Где и тренироваться есть. Если кто-то хочет на персональное прийти, приходите, пишите в директ, в инстаграм или в контакте в личное сообщение. Либо, если я не слишком далеко, могу прийти в ваш клуб, если оформите какой-нибудь гостевой визит. Ну, в общем, посещение для меня. Итак, сейчас тема пресс. Я недавно увидел в интернете, в ютубе ролик, который примерно так называется. Тайны раскрыты, мышцы пресса качать не нужно. Примерно так. В общем, у этого ролика много просмотров. Вывод этого ролика. Мышцы пресса качать не нужно, и это бесполезно. Я, поскольку очень не согласен с этим выводом, и просмотров там много, считаю, что очень многие люди могут быть введены в заблуждение. Поэтому я решил снять как бы такую безличную ответку на данный ролик. И сказать, что мышцы пресса качать не бесполезно. Начну вот с чего. Да, в том ролике рассказывается много правильных вещей про генетику. Что генетически есть определенная предрасположенность к определенной форме или глубине пресса. Там, допустим, передняя мышца живота, она большая, имеет разделение сухожильными перемычками, ну, большой мышцы передней живота. И в итоге мышцы передней живота делятся на секции, так называемые кубики. И чем глубже от природы эти перемычки сухожильные, скажем так, вставлены в переднюю мышцу живота, тем лучше предрасположенность к глубине пресса, ну, так называемой толщине кубиков. Это верно. Форма кубиков тоже понятна от природы. Бывают кубики пошире, когда перемычки расположены шире, бывают поуже, бывает 6 кубиков пресса, бывает 4, бывает 8. Бывает, что кубики симметричные, ровненькие, а бывают искривленные. Это все понятно. Но не качать пресс, вывод, он имеет отношение напрямую к гипертрофии. То есть гипертрофия, как вы понимаете, это увеличение кубиков пресса, это их утолщение. Значит, они как бы больше выходят, выделяются из вашего прямого живота, скажем. И тогда, естественно, пресс лучше смотрится. И как бы получается так, что вывод в этом ролике, бессмысленно качать пресс, гипертрофии никакой не будет, все зависит от природы. Все, что я вам сказал и все, что сказано в ролике про генетику, верно. Но абсолютно неверно забивать на те мышечные группы, которые по форме или по количеству мышечных волокон в этих мышечных группах генетически не очень хороши. Наоборот, я считаю, на эти мышечные группы, и пресс входит во все мышечные группы, мы рассматриваем его вкупе со всеми мышечными группами, наоборот, на эти мышечные группы нужно уделять особое внимание. Я не говорю, что чаще их тренировать, но усердней, так это точно. Больше о них думать, скажем так, более агрессивно тренировать эти мышечные группы, с большей концентрацией, а не наоборот, забить на них. Ну вот представьте, ой, перемычки, ну человек ноет, перемычки, пресса, передние мышцы живота у меня неглубокие, форма кривоватая, тренировать пресс не буду, бесполезно, то же самое. Вот мой бицепс, у него там сухожильное крепление от локтя слишком далеко, бицепс короткий, форма плохая. Ай, не буду я тренировать этот бицепс. Грудные там мышцы. Очень далеко у меня крепление расположено от центра груди. Здесь впадинка, кость. Плохая форма грудных мышц. И как-то плохо растут еще к тому же. Наверное, мышечных волокон от природы мало у меня в грудных. И форма не нравится, и, наверное, волокон мало. Не буду я тренировать грудные мышцы. Примерно такая же философия, господа, абсолютно неверная. Вы никогда не должны сравниваться с одаренным либо по одной мышечной группе, либо в целом по мышечному корсету. Вот, допустим, у меня пресс не глубокий от природы, а вот у Лазара Ангелова или у Юлисуса-младшего глубокий. Поэтому пусть он качает пресс, а я не буду качать. Все равно у меня не будет такой пресс, как у Лазара Ангелова. Это, господа, бред. Вы не должны думать о прессе Лазара Ангелова. Вы должны понимать, что, да, допустим, генетика у него лучше. Вы должны думать о том, какой у вас пресс сегодня, и такой, какой он может быть, допустим, через 3 месяца или полгода. Вы должны только сравнивать свой результат прошлого периода со своим результатом настоящего и будущих периодов. Понимаете? Когда вы сравниваетесь с собой, у вас пусть будет меньше прогресс на определенные мышечные группы. Это касается и пресса в том числе, но не только. В общем, только с собой и сравнивайтесь. Вам с какой-то мышечной группой, не очень круто развитой, не очень предрасположенной к родству от природы, и небольшой прогресс в этой мышечной группе, в группе небольшая гипертрофия в районе этой мышечной группы, это тоже результат, и результат прекрасный. Эта мышечная группа уже не будет так сильно выпадать, как она могла бы выпадать, если бы вы на нее забили. Помните, что мышцы пресса, передняя мышца живота, состоят из тех же самых элементов, что и, допустим, грудные мышцы. Миофибрилы, мышечные волокна, саркоплазма и так далее. Там тоже есть механизм гипертрофии. Гипертрофия включается, когда идет прогрессия нагрузок. Это такие же мышцы, как и все остальные. Почему они якобы не гипертрофируются вообще? Вообще, мол, и не гипертрофируются. Все, я забил. Моя какая-то мышечная группа плохо отвечает на нагрузку, я на нее забил. Это полная глупость. Ни в коем случае нельзя не качать пресс, если он, допустим, у вас генетически не очень классный. Наоборот, качать его нужно и очень хорошо. И вы должны выжить из своего пресса, не глядя на прессы других одаренных, из своего. Вы должны выжить максимум. И, учитывая непредрасположенность какую-то, заранее уже поняв, поняв, или поняв, как правильно, что, допустим, у вас не будет пресс, даже как у Юлиса Младшего, ничего страшного. Вы должны довольствоваться тем, как вы изменитесь за определенный период времени, как в целом, так и относительно одной мышечной группы. И это будет прекрасно. Пресс обязательно качайте, независимо от его генетики. И это касается даже таких сложных мышечных групп, как икроножные. Икроножные часто тоже очень сложно качать. От природы у многих они маленькие. И у меня в том числе. Но если на них забить, они вообще никакие. И по собственному опыту вам скажу, допустим, насчет пресса. У меня бывают периоды в жизни, когда я пресс не качаю, как-то лень и все такое. А бывает, когда нормально качаю. И тогда, когда нормально качаю, я даже под жирком, под сантиметровым слоем замечаю. Ну, это видно, это чувствуется, толщина кубиков. Что толщина кубиков меняется. Она реально меняется. Забьешь на пресс, через несколько месяцев пресс уже становится тоньше в кубиках. Так что не надо загонять про то, что пресс качать бессмысленно. Другое дело, что, наверное, пресс качать бессмысленно с точки зрения гипертрофии кубиков, если бомбить очень много повторений, по 50, по 100 скручиваний, потому что нет прогрессии нагрузок, господа. Если делать прогрессию нагрузок, если акцентированно работать в полную амплитуду на пресс, слегка замедленно, брать какие-то отягощения в руки, ну вот, допустим, как здесь тренажер на пресс, если я буду бомбить по 50 раз за подход, в начале пресс у меня немного видоизменится, потому что он не был тренирован, а потом стал тренирован. Он изменится, но потом кубики расти не будут, нисколько. Но если я начну использовать какие-то отягощения в руках, скажем, гантели, и делать акцентированно, не спеша, так, чтобы супер болевые ощущения наступали уже к 15-му повтору или ранее, тогда пресс будет развиваться. И еще такой момент. Раз пресс бесполезно качать, то неужели у Юлиса Младшего или там у Лазера Ангелова, если бы они не качали пресс, он был бы такой же при просушке, как есть у них сейчас. Ну вот от природы, они, как обычно люди, не качаются вообще, взяли, просушились, у них такой пресс, как есть сейчас. Ну, согласитесь, такого быть не может. Они этот пресс натренировали, пусть он у них там имеет предрасположенность к росту. А вы накачайте свой лучший пресс, если будете над ним работать. Сколько качать? Не чаще двух раз в неделю, не чаще, господа. И не более четырех жестких подходов за тренировку. А вы, если хотите гипертрофировать кубики, именно так нужно тренировать. Запомнили? Хотя бы одно упражнение в четыре сильных подхода до пятнадцати повторений с тягощениями какими-то. Есть различные упражнения. Либо два упражнения по два-три подхода рабочих, два раза в неделю, не чаще. Многоповторку не бомбите, это бессмысленно на пресс. Не бомбите пресс часто, это тоже бессмысленно. И еще, конечно, в чем я согласен с авторами ролика, и я об этом сам много раз говорил, очень важное при прорисовке пресса, при его глубине, это просушить жир. Это понятное дело. Это первично. Как бы может быть процентов 60, но процентов 40, это тоже нужно мышцы пресса накачать. Так что пресс тренируйте. Не забивайте на него и не слушайте тех, что говорит, что это не нужно делать, и, мол, тайна раскрыта. Все, пока. Это был Алексей Шредер. Ну и, конечно, мое мнение. Пока.